Сегодня состоялась традиционная прямая линия с Рашидом Тимрезовым. За один час глава региона ответил на все прозвучавшие вопросы от жителей республики. Осталось неизменным место проведения – студия телевидения ГТРК «Карачаево-Черкесия». Вопросы, которые интересовали людей, касались здравоохранения, образования, ЖКХ, модернизации транспортной сети и многого другого. О главном медиасобытие этого дня и о том, что осталось за кадром, расскажет Альбина Ламкова. До эфира совсем немного. Техническая группа и надлежащая аппаратура тщательно подготовлены заранее. Но это прямая трансляция, важна любая секунда. А чтобы не было казусов, весь процесс контролируется в центральной аппаратной. В ней работает профессиональная команда технических инженеров во главе с режиссером. Здесь все на старте. Что не скажешь про колл-центр, куда еще задолго до начала прямой трансляции. И во время ее проведения стали поступать обращения к граждан. Звонки от жителей республики идут друг за другом с воскресенья с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Их содержание записывает и обрабатывает специалист. Затем эту информацию передают в студию прямого эфира и озвучивают, чтобы о проблеме из первых уст узнали и решили. По статистике на вчерашний день поступило более 200 звонков. Наравне с этим фиксируются и регистрируются все обращения, которые поступают в социальных сетях под анонсами у прямой линии главы республики. Обращения разные. Есть вопросы от ребятишек, которые просят чудо к Новому году, подарить им подарки, Деда Мороза и так далее. В этом году характер обращений отличается от предыдущих тем, что люди начинают свои обращения с благодарности. Время прямого эфира подошло. Все на местах ведет программу директор ГТРК Корчаева-Черкесия Светлана Казиева. Руководитель субъекта Рашид Темрезов, приветствуя всех, рассказал, каким был уходящий 2022 год. Каким был уходящий 2022 год? Ну, наверное, в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, Светлана, весь коллектив ГТРК, за такую возможность, которую мы каждый год имеем, в плане того, чтобы провести прямой эфир с жителями нашей республики. Если говорить о годе уходящем, конечно, он был непростой. А затем прозвучал первый звонок и вопрос в студию от Рустама Шевхужева, тренера по вольной борьбе в 6-й школе Черкесска. Он говорил о просьбе купить спортивное оборудование. В итоге борцовский ковер будет приобретен. Одна из главных тем в стране – частичная мобилизация. Поэтому эта тема была затронута из станицы Кардоникской от Фатимы Эркеновой. В ходе прямой линии глава Корчаева-Черкесии Рашид Темрезов, отвечая на вопросы жителей, отметил, что семье каждого участника СВО назначат единовременную выплату к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Что вообще касается специальной военной операции, мы все с вами обратили внимание, как на решение нашего верховного уголовного командующего, президента Российской Федерации, все наше общество отреагировало. И жители Карачаева-Черкесской республики, ребята, которые были мобилизованы, ребята, которые ушли добровольцами, я практически с каждым общался, знаю очень многих, лично знаю. Я хочу в первую очередь поблагодарить их, поблагодарить их родителей за то, что воспитали таких достойных сыновей, достойных сыновей нашего отечества, нашей республики. Далее звучат вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. Они всегда в рейтинге самых актуальных. На этот раз Татьяна Орлова, проживающая в станице исправно, переживает, что закроют стационар. Говорит, нет врачей, сокращена лаборатория. По поводу нехватки медицинских кадров, на самом деле, действительно, эта проблема существует. И, вы знаете, я получаю много подобных вопросов в последнее время, обращений от жителей республики. В основном это касается жителей сельской местности, которые говорят о том, что это касается и станицы исправной, и станицы Кордоникской, и села Дружба, и многих других населенных пунктов, где действительно вызывает обеспокоенность закрытие, ну, как в обращениях я слышу, это закрытие дневных стационаров. На самом деле, о закрытии дневных стационаров речи не идет. Есть вопрос о переводе круглосуточных стационаров в дневные. А еще Рашид Борисбевич сообщил радостную весть. Скоро откроется детская школа искусств в Черкесске. Не обошлись стороной вопросы и о спорте. Поступило видеообращение на эту тему. Меня зовут Мащенко Сергей Викторович. Я руководитель футбольной школы Академия футбола города Черкеска. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Я смотрю и мечтаю о том, чтобы когда-то наши воспитанники играли на этом чемпионате мира по футболу. Конечно, футболу мы будем уделять внимание. Ранее я на открытии нашего центрального стадиона «Нарт» в сентябре месяце объявил о том, что с 2023 года команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. В ходе часовой беседы с жителями республики был затронут ряд вопросов, поступивших накануне и непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. Больше всего людей интересовала информация о продолжении благоустройства республиканских территорий. Еще проблема водоснабжения, ЖКХ и вопросы газификации. Кстати, в республике на 100% будут газифицированы все населенные пункты до конца 2025 года. Были личные просьбы по оказанию мер социальной поддержки. Была поднята тема строительства новых социальных объектов. Глава региона во время проведения прямой трансляции поручил правительству региона создать карту автобусных пассажирских маршрутов в Карачаево-Черкесии в срок до 1 января 2023 года. У нас время стремительно подходит к концу. Остается всего одна минута. И я успею только спросить, что пожелаете жителям Карачаева-Черкесии в наступающем году? Я хочу пожелать жителям нашей родной республики мира, добра, благополучия, семейного счастья, нашим старшим крепкого здоровья, нашим младшим, чтобы они росли самыми умными, красивыми, сильными, воспитанными. Хочу пожелать, чтобы наша республика процветала, чтобы все поставленные задачи, которые в первую очередь перед нами ставят население, руководство нашей страны, мы их неукосительно исполняли. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Общение с народом было не длинное, но динамичное. Многие вопросы, конечно же, должны решаться на местах. Но вот такой формат бывает очень полезным, так как некоторые проблемы на уровне главы региона сдвигаются с мертвой точки. Уже сегодня за просьбами многих последовали поручения от Рашида Темрезова в адрес республиканских и местных органов власти. По вопросам, не прозвучавшим в эфире, но принятые операторами колл-центра, будут даны письменные ответы в ближайшее время. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.